Приветствую вас, мои дорогие первые гости, гости нашего эфира совместного с Татьяной Кузьменко. Присоединяйтесь, ждем. Итак, я начинаю. Еще раз здравствуйте все, кто сегодня на нашем совместном с Таней Кузьменко прямом эфире. И давайте я напомню вам, кто же такая Таня Кузьменко. Это, собственно, женщина, которая очень круто изменила свою жизнь и свою судьбу, благодаря тому, что она пришла в ЗОЖ. Когда я говорю прийти в ЗОЖ, в здоровый образ жизни, я, конечно же, имею в виду не фанатичный ЗОЖ, а самый обычный человеческий ЗОЖ, самый обычный здоровый образ жизни, которым, собственно, и должны жить все люди. Но в силу многих обстоятельств многие люди почему-то идут не в том направлении, совершенно не в направлении здорового образа жизни. И когда они поворачивают свои взоры в сторону здорового образа жизни, часто бывает так, что их уже клюнул в одно место жареный петух. К сожалению, именно этот жареный петух и бывает самым главным мотиватором в ЗОЖ. Конечно же, мы с Таней тоже не были исключением и меня клевал петух, и Таню клевал петух, и поэтому мы пришли в ЗОЖ. И на нашем прошлом эфире с Таней она рассказала вам свою историю, что ее мотивировало, как ей удалось изменить свою жизнь, какие у нее были трудности на этом пути, каких она успехов достигла. И я знаю, что многие прониклись с огромной симпатией к этой светлой женщине. И я вам пообещала, что мы сделаем еще один эфир с Таней, на котором я, точнее не я, Таня, Таня расскажет вам одну историю. Я немножечко приоткрою занавес, предысторию. Однажды Таня тяжело заболела. Она расскажет об этом сама. И на кону, в общем-то, стояла жизнь. Как ей удалось победить смерть, как ей удалось выжить, и какую роль сыграл в этом здоровый образ жизни. Вот эта история, я думаю, сегодня вас очень заинтересует. И вы, конечно же, останетесь до конца эфира. И вы, конечно же, зададите свои вопросы, как Тане, так и мне, нам обеим. И мы, конечно же, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Итак, я приглашу сейчас Таню. Ждем Таню в эфире. Так, приветствую, Таня. Я расскажу свою историю и сразу скажу, что у меня болезнь была настолько тяжелая, что я, когда была больна и выкарабкивалась, я вот этого всего не осознавала. То, что ты говоришь, самое ценное, что есть это здоровье, что я за него готова все отдать. Не осознавала не потому, что это неправда, а потому, что мне было очень плохо. И я просто выкарабкивалась, я даже ни о чем этом не думала. Я давайте расскажу, что у меня случилось, потому что зрители не знают. Я заболела бактериальным менингитом. Менингит – это воспаление мозга. Врачи не могут сказать, почему это произошло. Говорят, что возможно, потому что я купалась в море, и я купалась и ныряла с головой, и попало мне что-то в ухо. Они так предполагают. Попала какая-то бактерия. То есть это был не менингит, он бывает бактериальный, бывает, по-моему, вирусный, если я не ошибаюсь. То есть у меня был бактериальный, попала какая-то бактерия. Началось это таким образом. У меня болело ухо долго. После уха начала болеть голова. И как-то постепенно так ухудшалось все, что я как-то даже не поняла, в какой момент болезнь стала тяжелой. Сильно болела голова. И я вот помню, что мне хотелось расческой, щеткой, массажной щеткой, которой массируем голову, мне хотелось на ней прямо лежать. У меня, не помню с какой стороны, по-моему, с этой стороны у меня была. Уже забыла, с какой стороны это было. Хотелось прямо на подушку подсовывать щетку, чтобы она прямо мне давила, массировала. У меня как-то тревожило место за ухом. И голова болела все сильнее, все сильнее. В какой-то момент я ходила по врачам. Они не могли мне поставить диагноз. Они, видно, были не готовы. То есть это, видно, редко случающаяся болезнь. Или у меня какие-то были симптомы не такие. То есть все думали, что у меня просто болит ухо. И что по поводу головы, мои жалобы, что это, может быть, я выдумываю или еще что-то. То есть я им не могла описать степень тяжести. Я сама ее не осознавала. И степень, насколько мне было больно, как у меня болела голова, я не могла описать. Я вообще смутно это помню. Мои походы несколько раз по врачам с ухом. У меня дной был из уха. Они мне смотрели в ухо и говорили, ой, что это у тебя, как это может быть? Один врач мне назначил, он мне как-то промыл, вставлял какую-то трубку, я не помню, то ли в ухо, то ли в нос. Что-то там как-то промыл вроде бы. И все, иди домой. И прописал мне какое-то жаропонижающее или что-то. Ну, в общем, честно говоря, помню, я смутна. Мне было нехорошо. А поскольку я, уже будучи зожником бывалым, то есть перед этим, я не знаю, может, кто-то не был на предыдущем эфире, я должна сказать, что к тому моменту, как я заболела, я уже где-то 3 года или больше была очень четким приверженцем зож. Я питалась только в основном с сырыми овощами, фруктами, ну, немножко кропами, кашами, не ела мяса, я голодала раз в неделю, пила только воду, занималась много спортом, я была очень энергичная. В общем, у меня здоровье было, в общем-то, хорошим. Я даже отвыкла болеть, я не умела болеть. И в момент, когда со мной это стало случаться, я как-то, наверное, прощелкала. Знаете, я не привыкла быть больной и ходить по врачам, и мне казалось, что всё пройдёт, а, к чему я это? И когда я поняла, что мне реально плохо, у меня, видно, была уже интоксикация, уже это всё развивалось в голове, была интоксикация, но я знала, что такое клизмы. И я несколько раз, я думаю, я себя спасла таким образом, я несколько раз интуитивно понимала, что мне надо снять эту интоксикацию, и я сама себе несколько раз сделала промывающее, промыла как бы себе кишечник, и я прямо чувствовала облегчение, у меня спадала температура, спадала для всей боли. То есть, очевидно, мне это помогло поддержать силы. И в какой-то момент я не знаю, как бы знают ли все зрители, что мы уже пять лет живём в Израиле, и здесь ситуация такая, здесь очень хорошая медицина, тебя как бы будут умирать, будешь умирать, тебя спасут. Но пока ты не умираешь, тобой особо не занимаются. И такое, по врачам ходишь, но они так отфутболивали меня фактически. И здесь очень дорого попасть в больницу, и считается, что тебя положат в больницу только если ты потеряешь сознание в приёмном покое. Так вот, у нас получилась такая история. Меня в какой-то момент, я, муж посмотрел на меня, понял, что что-то не так, схватил меня в охапку, посадил в машину и повёз меня в рамбом, называется так у нас больница в Хайфе. И когда мы туда приехали, он меня вынимал из машины, и я, видно, уже еле шла, я, видно, шаталась. Охранники увидели на входе, они, видно, как-то передали куда-то там по телефону, не знаю. В общем, пока меня муж доволок до входа в больницу, уже выкатили каталку для меня. То есть они как-то поняли. Муж не звонил, ничего, они как-то увидели по моему состоянию, что меня нужно срочно вложить. В общем, положили меня на каталку, повезли, дальше я ничего не помню. Что мне нравится? Муж говорит, что, когда в приёмном покое со мной разговаривали, я разговаривала на иврите. Для меня это смешно, но на иврите. Они со мной говорили на иврите, а для меня это выученный язык, и я разговариваю, но я не думала, что я в состоянии потери сознания, когда мне совсем плохо смогу на нём говорить. Но он говорит, что я правильно, хорошо отвечала, не сбивалась. В общем, знание языка у меня хорошее, значит. Что это? В общем, дальше я не помню ничего. Дальше я помню со слов своего мужа. Меня слышно? Да, да, да. Со слов моего мужа, меня, они сразу поставили мне диагноз, определили, что со мной повезли меня оперировать. И ввели меня в искусственную кому и продержали 10 дней в коме. То есть это не я в неё впала, а меня ввели в неё. А, я ещё хочу сказать, что когда у меня были не только боли, я поняла, что мне плохо, когда я стала очень слабой. А потом мне уже врачи сказали, что это дало на сердце. Сердце моё работало на 10%. Вот когда мозг уже был воспалён, я не знаю этих связей, я этого всего не понимаю, но сердце работало всего лишь на 10% от своей мощности. И поэтому мне тоже было плохо, поэтому я уже не могла ходить, ничего, я падала. И хорошо, что муж среагировал, отвёз и среагировала больница. В общем, меня прооперировали. И 10 суток я пролежала в специальной коме. После этого меня перевели в реанимацию, потом перевели в отделение сердечное, где лечат сердце, кардиологию. И вот всё, что я уже помню, это уже фактически из кардиологии. История, вот это я вас подводила к тому, что я хочу рассказать. И в кардиологии я начала постепенно приходить в себя. И была удивлена, что ко мне приходят какие-то социальные работники, какие-то ещё, мне все опрашивают и говорят, что скорее всего ты не сможешь работать, ты будешь инвалидом, тебя оформят инвалидность, у тебя очень тяжёлое состояние. Я думаю, ну странно. Я как-то так не могла понять, к чему это. И я начала пытаться вставать, я не могла ходить, я падала, мне надо было учиться. Извините, что я о таком говорю в эфире, но это было. Я просто в туалет не ходила, у меня было неодержание всего. Всего. Это просто всё вытекало на постель, мне надо было учиться ходить, учиться ходить в туалет, учиться всем действиям, которые для нас кажутся простыми. То есть мне заново это всё надо было научиться. И я была очень слабая. Что-то ещё, мне полно мысль сейчас забыла, но я потом вспомню. Ну, в общем, что я начала делать? Начала постепенно вставать, и меня очень волновало то, то, что я не хотела делать под себя. Мне хотелось доходить до туалета. И я себя заставляла много-много вставать. Я ходила каждые полчаса, мне было очень тяжело. Я шла сначала с такими ходунками, специальным таким приспособлением. То есть я каждые полчаса, даже ночью, и ходила в туалет, чтобы не, ну, как бы, не испачкать одежду и постель, и чтобы тренироваться. Ходила потом реже, потом ходила без ходунков, потом ходила, держась по стенке, постепенно начала ходить. А ко мне всё время приходили и говорили, ой, бедненькая, ты же теперь будешь инвалидом. Ну, государство тебе позаботится, тебе там пенсию дадут, там и то и всё. Я, когда я доходила, после туалета доходила до своей кровати, да, я ещё плохо отходила, но у меня, как бы, я же зожник. Я начинала отжиматься от кровати, от быльца кровати. Лёжа в постели, я делала зарядку, то, что мне возможно, ну, как бы, что позволяли силы. Там руки поднимала, опускала голову и крутила. Держась за быльца кровати, потом начинала приседать, пыталась наклоняться, шатаясь, ходила, как смерть ходячая. Я очень сильно похудела. За вот эти дни комы, 10 дней комы, получается, я же не ела, они мне, видно, вводили какой-то и поддерживающий раствор. У меня все мышцы пропали. Это была кожа и кости. Вот. Ну, я занималась. И ко мне, на меня начали смотреть, как на диковинку. Врачи ходили, приводили друзей из других отделений. Они на меня смотрели. Говорили, посмотри, посмотри на эту ненормальную. Она только из комы, она делает зарядку, она отжимается, она там то-сё. В общем, несмотря на все их прогнозы, я на вот этом жизненном запасе, на запасе сил, которые у меня были за счёт того, что я до этого 3 года вела здоровый образ жизни, я уже привыкла, я привыкла, что я сильная, что я здоровая. Плюс, действительно, запас этого всего у меня был, как бы, я это всё прошла. Я вышла на собственных ногах из этой больницы, то есть я вышла на 19-й день. 9 дней меня ещё держали в кардиологии. Они проверяли моё сердце. Моё сердце, натренированное велоспортом, бегом, постоянными кардионагрузками, у меня здоровое сердце. И вот то, что оно было больное, это была просто временная ситуация, как бы связанная с вот этой тяжёлой болезнью мозга. А, я вспомнила, что хотела вам сказать. И у меня, кроме вот этих, там в больнице я обнаружила, что у меня половинка одна, я уже не помню, это левая или правая, та вот, которая пострадала, половинка лица была опущена, как после, как это называется, когда инсульт у людей. Инсульт, да? После инсульта. Такой паралич мышц, вот так вот всё, прямо висело. Я, когда улыбалась, у меня не было две, не поднимались с две стороны, только одна работала. И постепенно, постепенно, за вот эти вот, когда я вышла из больницы, я уже, уже улыбалась двумя сторонами, ну, кое-где там были какие-то остатки, потом я забыла. Об этом всё вернулось. Когда я приехала домой, ко мне начали приходить физиотерапевты, какие-то медсёстры, то есть все, кто положено в нашей стране таким тяжело переболевшим, положены разные там, как бы, о них заботятся разные люди. И вот эти все приходили ко мне по очереди, каждый день какие-то визиты с такими какими-то книгами, что-то записывали там, меня опрашивали. Можешь ли ты мыться сама в душе, доходишь ли ты туда, ходишь ли ты в туалет, нужно тебе сопровождающая, можешь ли ты выйти на улицу. И все видели, как-то они на меня странно смотрели, видели, что я, видно, не похожа на таких больных, которые это пережили. То есть я была странной для них. Моя физиотерапевт, которая должна была меня восстановить, как бы научить меня ходить и всё такое, пришла на меня, посмотрела, пару раз дала мне задания. Я говорю, подожди, я тебе сейчас покажу, что делаю я. А я постоянно делаю, каждый день делаю, ну стараюсь не пропускать, комплекс из йоги, вот самый простой, который называется «Приветствие сон». Это несколько пост, которые друг за другом повторяешь, это для спины, для всего, оно как бы укрепляет всё тело. И, естественно, делала я и это. И я показала своему физиотерапевту. Она посмотрела и говорит, ты знаешь, Таня, «Я тебе больше не нужна. Вот всё, что ты делаешь, это правильно, это нужно, я не нужна тебе, я не буду к тебе больше приходить, я на телефоне, если что, позвони мне». Окей. Ребята, это ещё не всё. Значит, начала я выходить, дошла до своей дорожки, где я обычно бегаю, и начала бегать, понемногу приволакивая ноги, моё тело ещё плохо слушалось, ещё видно вот эти связи мозга, и тело были такие, то есть я так раз-раз бегу, а потом какой-то шаг у меня выпадает как бы. То есть такое ощущение, я как робот, немножко вот где-то какие-то связи не были восстановлены. Постепенно восстановилась, но вот так я начала бегать. И мой муж подарил мне велосипед. У меня за какое-то время до этого украли мой старенький велосипедик, такой, на котором я просто каталась. А он мне подарил спортивный велосипед. И я начала на этом велосипеде ездить там, где бегала. И встретила человека, который мне говорит, ну, моего такого друга, которому 80 лет. Он мне говорит, Таня, а он такой спортивный, я записался на триатлон. У нас здесь будет народный триатлон в нашем районе. Ну, не настоящий, не айронмен, а такой вот народный. Хочешь, давай ты со мной, давай вместе, пойдём туда. Я говорю, ну, давай. А на ты, потому что в Израиле все на ты, как бы это, поэтому ему 80 лет, но у нас, вы видите, нет слова вы, нет обращения на вы к человеку. В общем, я говорю, хорошо, Итан, давай. И я начала готовиться. Он мне рассказал, что надо делать, я начала готовиться. Ездить на велосипеде, плавать в бассейне и бегать. В общем, через, по-моему, полтора месяца после того, как я вот вышла из дому после болезни и начала тренироваться, то есть это всё как-то быстро было. Через полтора месяца я пошла на эти соревнования. Дистанция была такая, 750 метров надо было проплыть, после плавания выскакиваешь, одеваешь на мокрое тело футболку, кроссовки, прыгаешь на велосипед и едешь 10 километров. После этих 10 километров сбрасываешь велосипед на руки сопровождающим и начинаешь бежать и пробегаешь 3 километра. Вот такая была дистанция. То есть 750 плавание, 10 велосипеда и 3 километра бег. Это мало, но я думаю, что людям, которые не занимаются, не по силам это, даже это. Это без перерыва делается. Это же триатлон, как бы три вида спорта. А я после менингита, после того, как я не умела ходить, и мне говорили, ты будешь лежать дома, и ты будешь инвалидом, и будешь на коляске передвигаться, ничего страшного, мы тебе коляску типа подберем. После этого, ребят, ой, я шалка не взяла, у меня в другой комнате, я получила медаль на этих соревнованиях. Я заняла среди женщин своей водостной категории, а мне тогда было сколько? 45, 45 лет. Я получила третье место. У меня есть медаль, не серебряная, бронзовая. Пусть это соревнование районного масштаба, но у меня есть медаль по триатлону. И меня очень радовало то, что я смогла это всё. А потом я встретила, вернувшись с медалью, встретила своего физиотерапевта. И говорю ей, о, Фрей, ты знаешь, я получила медаль по триатлону. Что, что, что? Я говорю, медаль по триатлону. Медаль по триатлону? Как? Я говорю, да, приходи, я тебе её покажу. Показываю ей медаль. Она говорит, такого не может быть. В общем, потом встретила ещё её через некоторое время. Она говорит, Таня, ты знаешь, у меня есть куратор, какой-то там профессор. я отчитываюсь периодически о том, как я работаю, там, то-то, то-то, то, и я рассказала твой случай. И он мне не поверил. Этого не может быть. В общем, вот такая история. Может, я сейчас что-то забыла, я рассказала сбивчиво, но основная мысль такая. Вот этот бактериальный минингит, это очень серьёзное заболевание. Это, ну, я не знаю, какой процент, может быть, даже 9 из 10 умирают. Ну, или там 50 процентов умирают. То есть, очень многие люди умирают, и большинство тех, кто выжил, остаются инвалидами. Я, благодаря тому, что я была, я уже имела запас прочности, у меня был вычищен организм, я, у меня было сильное сердце, мышцы, у меня всё, как бы, у меня организм был настолько живой и готовый к жизни, что он эту ситуацию, эту страшную болезнь тяжёлую воспринял, он её переборол, я прожила моё сердце, пусть на 10 процентов, но оно боролось, билось, у меня паралич весь потом прошёл, то есть, конечно, да, спасибо медицине, медики меня вытащили, они меня вовремя прооперировали, спасибо мужу, который меня, который увидел меня и понял, что я нуждаюсь в госпитализации, меня туда отвёз, потому что, если бы этого не было, то я бы, конечно, всё равно умерла. то есть, этим всем людям спасибо, но даже будучи привезённой в больницу и будучи прооперированной, если бы я не была такой, с таким запасом прочности благодаря ЗОЖу, я, ну, в лучшем случае сейчас бы сидела, наверное, в отвалительном кресле, получала пенсию, и одна половинка лица у меня бы висела. Может быть, я бы сидела в памперсах и ходила под себя. Вот. А так я всё это прошла, через полтора месяца после этого получила медаль по триатлону, увлеклась горным велоспортом и в общем, всё хорошо закончилось. И я считаю, я считаю, что моя история это пример ещё один того, что здоровый образ нужно вести. И ещё хочу сказать, вот те навыки, которые я получила, навыки голодания, навыки, когда мне плохо даже сделать себе клизму, там, пить какие-то чаи, пить воду постоянно, двигаться, в любой ситуации стараться делать зарядку, вставать, идти. я это всё, эти все навыки ЗОЖа, они мне помогли. Если бы этого не было, то я бы сейчас не выступала перед вами и не разговаривала. История потрясающая. История потрясающая. Угу. Если бы сейчас такая ситуация у меня очень важная изменилась вопрочением вопрочения, я вам отвечаю, что самое время вопрочения всегда когда-то не так вопрочения, вопрочения, инфекции, инфекции, вопрочения, вопрочения, вопрочения. Мы не знаем, с каким вирусом мы встретимся. Правильно? Мы можем встретиться на улице с бактериальным менингитом, с коронавирусом, с чем угодно. То есть мы не живём с вами в колбочке, в вакууме какой-то, да, где мы открыты, мы живём в открытом мире и мы не знаем, человек кашлянёт какой-нибудь с этим самым, как это называется, болезнь лёгких. Короче, кто-то на тебя кашлянёт, чихнёт или с чем-то столкнёшься, не знаешь никогда. А если ты, если тело очищенное, если ты же ведёшь здоровый образ жизни, у тебя больше шансов выжить. Я думаю, что я могу, это же ты выложишь потом запись в этом самом, в Ютубе, и под ней будут комментарии, и пусть люди, которые хотят задать вопросы, напишут их в комментарии, я обязательно отвечу на все. Я тоже рада. Спасибо, спасибо за приглашение, и я тоже очень рада видеть, я получаю вот такой заряд энергии от наших эфиров. Спасибо.